Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Вообще поток научной информации столь велик, что всегда при подготовке подобных докладов очень сложно выделить какую-то более значимую информацию. Но я свой доклад построила по принципу того, что постараюсь рассказать о том новом, что уже в ближайшем будущем может повлиять на нашу с вами практическую деятельность. Как вы хорошо знаете, среди всех случаев рака молочной железы гормонозависимому раку принадлежит львиная доля. Это от 65 до 75%. Причем примерно в 10% отмечается так называемый тройной позитивный вариант, когда имеется гиперэкспрессия всех трех рецепторов эстрогенов, прогестерона и HER2. И если говорить о количественной стороне дела, то рак молочной железы в 2014 году около 600 тысяч больных в общей сложности были зарегистрированы в Российской Федерации, включая почти 60 тысяч человек, более 60 тысяч человек спермы, установленным диагнозом. И если мы проведем несложные арифметические действия, то около 70% от этого количества – это более 400 человек, которые имеют гормонозависимые опухоли. Но предположим, что только у половины из них будет метастатическая болезнь с учетом больных ранним раком молочной железы, но все равно это колоссальная цифра. И от того, насколько грамотно и правильно мы будем лечить этих больных, будет зависеть, как долго и насколько счастливо они будут жить. Мы довольно много сегодня знаем о гормонозависимых опухолях. В целом, это благоприятный прогностический признак, и в основном эффект гормонотерапии реализуется посредством рецепторов эстрогенов, количество которых коррелируется с эффектом гормонотерапии, как правило. Известно, что по мере проведения повторных линий гормонотерапии количество рецепторов может снижаться, но редко они исчезают полностью. Крайне важным прогностическим фактором является одновременное присутствие и рецепторов прогестерона, которые ассоциируются с большей эффективностью гормонотерапии по сравнению с теми случаями, когда они отсутствуют. Рецепторы прогестерона часто теряются в процессе лечения, а их исходное отсутствие ассоциировано с высокой экспрессией рецепторов эпидермального фактора роста, а также повышенной активностью сигнальных путей, связанных с ростом опухоли. Кроме того, метастатические опухоли, как правило, содержат мутации генов и очень часто по мере проведения гормонотерапии, по мере каждой из линий, эти мутации возникают и кодируют соответствующие рецепторы и обуславливают формирование резистентности. Сегодня все вот эти данные, о которых я сказала, позволяют считать гормонотерапию стандартом лечения гормонозависимого распространенного рака молочной железы, то есть это люминальный А и Б по типу, согласно той классификации, которую мы используемся. За исключением отдельных случаев, это быстропрогрессирующие варианты болезни, которые хорошо известны вам под названием так называемого висцерального криза, когда массив опухоли заставляет нас прибегать к более активным методам лечения и с тем, чтобы достичь быстрого противоопухолевого эффекта. Ну и безусловно, это те случаи, когда гормонорезистентность очевидна, и мы в этой ситуации также прибегаем к помощи химиотерапии. Ну а гормоночувствительными, напомню, считаются опухоли с небольшим, более 1% клеток, экспрессирующих рецепторы эстрогенов и прогестерона. Вот на этом слайде правая часть отражает такой классический геномный механизм действия большинства гормональных препаратов. Он реализуется через рецепторы эстрогенов, и комплекс эстрогена и рецепторы эстрогена путем сложных биохимических процессов стимулируют геном, который в конечном итоге заставляет клетку делиться, метастазировать, и таким образом опухоль прогрессирует. Это более такой медленный путь развития событий. Но существуют еще и негеномные механизмы, которые реализуются через ростовые факторы, и в частности HER2 сигнальный путь, и сигнальный путь, в котором задействован МТОР. И вот эти мишени стали объектом научных исследований при поиске препаратов, которые могут повысить эффективность гормонотерапии. Но сегодня уже хорошо известно, что рецепторы эстрогенов и сигнальный путь, опосредуемый HER2 рецептором, они тесно взаимосвязаны, могут влиять взаимно друг на друга, и поэтому возникла в свое время идея одновременного блокирования рецепторов и HER2, и эстрогенного сигнального пути. Вам хорошо известны все вот эти исследования, в которых изучалась эффективность гормонотерапии при добавлении анти-HER2 препаратов. И надо сказать, что при всей скромности полученных результатов, здесь вы видите, что небольшие сроки времени до прогрессирования, в целом добавление анти-HER2 препарата позволило увеличить эффективность гормонотерапии. Поэтому на сегодняшний день мне хотелось бы подчеркнуть, что как таковая гиперэкспрессия или амплификация гена HER2 не является противопоказанием для назначения гормонотерапии, оптимальное сочетание с анти-HER2 препаратом, но в целом мы должны помнить, что это менее эффективный способ лечения, но он возможен у пациента, к которому мы не можем проводить химиотерапию. Следующая мишень, которая изучалась как потенциальная мишень для улучшения результатов гормонотерапии, это МТОР, гиперактивация этого сигнального пути наблюдается при резистентности гормонотерапии, поэтому этот белок был выбран в качестве возможной мишени, и препарат Эверолимус, который избирательно ингибирует серентрианиновую киназу, изучался в сочетании с экзамистаном, хорошо известным вам исследованием были РО2, и действительно первые результаты были довольно впечатляющими, удалось повысить на полгода, увеличить время до прогрессирования, однако в дальнейшем результаты, которые уже были доложены по продолжительности жизни, показали, что серьезного влияния на этот показатель данная комбинация не оказала, и кроме того, как вы помните, Эверолимус обладает целым рядом серьезных побочных эффектов. И вот, наконец, наиболее, мне кажется, интересный препарат, которому в последнее время уделяется большое внимание, это препарат Палбоциклип, который ингибирует циклинозависимые киназы. Вообще, гиперактивация циклинозависимых киназ 4 и 6 характерна для многих раков, и в том числе для гормонозависимого рака, и, как известно, по механизму действия гиперактивация этого белка, этого рецептора приводит к утрате пролиферативного контроля, что, собственно, и характеризует многие виды раков. И Палбоциклип блокирует переход клетки из G-фазы в S-фазу, и на этапе доклинических исследований было показано, что наиболее эффективно Палбоциклип подавлял рост именно гормонозависимых, то есть люминальных клеточных линий. И вот была в связи с этим инициирована целая серия исследований под общим названием Палома. Первое исследование Палома-1 – это небольшое исследование второй фазы, в которое включались больные распространенным гормонозависимым HER2-отрицательным раком молочной железы, и больные получали литрозол в контрольной группе и Палбоциклип с литрозолом в экспериментальной группе, и это лечение проводилось в качестве первой линии. Первичной конечной точкой была оценка безрецидивной выживаемости. И вот результаты, которые были получены, они, в общем-то, впечатлили и до сих пор впечатляют, потому что практически удалось удвоить безрецидивную выживаемость при добавлении Палбоциклипа к литрозолу. Эти исследования были доложены некоторое время назад, и на этом слайде представлена токсичность. Основной побочный эффект, как вы знаете, Палбоциклипа связан с гематологической токсичностью, это ликопения и нейтропения, причем вы видите, что высока частота нейтропении третьей-четвертой степени, однако в исследовании Палома-1 эпизодов фибрильной нейтропении зарегистрировано не было, а все остальные виды токсичности, даже вот третьей-четвертой степени, ну вы видите, что они были не столь частыми, поэтому лечение в целом переносилось удовлетворительно. И авторы на основании полученных данных сделали вывод о том, что комбинация Палбоциклипа и литрозола обеспечивала статистически значимый выигрыш по безрецидивной выживаемости по сравнению с монотерапией и литрозолом, при этом комбинированный режим обладал удовлетворительной переносимостью и, как я уже сказала, наиболее часто наблюдалась нейтропения. Эти результаты были доложены в Сан-Антонио зимой 2014 года, и они были настолько впечатляющими, что уже в начале следующего года, в феврале 2015 года, FDA провела ускоренную регистрацию, это ускоренное одобрение этого препарата в связи с его высокой эффективностью. И вот на АСКО этого года было доложено результаты второго исследования, в котором изучался этот же режим, это исследование Палома-2, это было уже исследование третьей фазы, в котором проводился контроль плацебо. Исследование было более объемным и по количеству больных, больные включались в распространенном раком молочной железы, в принципе, популяция больных была такая же, как и в исследовании Палома-1, и одна группа получала лечение Палбоциклип-Литрозол, и вторая группа Палбоциклип-Плацебо и Литрозол. Первичной конечной точкой была оценка безрецидивной выживаемости. На этом слайде коротко представлена характеристика больных, но, во-первых, видно, что группы были хорошо сбалансированы по основным клиническим, клинико-аномнестическим признакам. Хочу, может быть, подчеркнуть, что около половины больных имели висцеральные метастазы, примерно поровну разделились больные, получавшие и не получавшие гормонотерапию в качестве лечения раннего рака, если таковое лечение проводилось. И вот основные результаты этого исследования. Вы видите, что практически график, который мы видели, посвященный результатам исследования Палома-1, он практически повторился в исследовании Палома-2. Здесь верхний график – это оценка исследователей безрецидивной выживаемости, и независимая центральная оценка – это нижний график. И вы видите, что кривые довольно существенно расходятся, свидетельствуя о серьезном преимуществе экспериментальной комбинации, в которую входил палбоциклип. Подгрупповый анализ эффективности здесь проанализированы подгруппы различные по возрасту, расе, зонам метастазирования, вариантам предшествующей гормонотерапии, безрецидивному периоду, состоянию ПАКО, проявлением болезни, наличию предшествующей химиотерапии. Вы видите, что во всех группах комбинация палбоциклиба и литрозола имела преимущество по сравнению с комбинацией литрозола в сочетании с плацебо. Что касается токсичности, практически это исследование не выявило каких-то дополнительных видов токсичности или каких-то неожиданных вариантов токсичности. И как и в случае исследования ПАЛОМА-1, ведущим проявлением токсичности была гематологическая, это ликопения и нейтропения. Вы видите, что в общей сложности 66% больных имели за период лечения нейтропению 3-4 стадии, забегая вперед, скажу, что эпизоды фибрильной нейтропении были редки. А вот что касается негематологической токсичности, то здесь можно, не очень вдаваясь в перечисление всех побочных эффектов, все-таки увидеть, что остальные побочные эффекты негематологические, несмотря на то, что они встречались довольно часто, но в целом 3-4 степень не были довольно частыми симптомами в этой группе. И отдельный слайд посвящен серьезным побочным эффектам. Вы видите, что общая частота серьезных побочных эффектов была несколько выше в группе палбоциклиба или трозола. То, о чем я сказала, эпизоды фибрильной нейтропении были, но они не были частыми. Ну и остальные, вот вы видите, легочные боли, летальные исходы практически сопоставимы в сравниваемых группах. Таким образом, тот редкий случай, когда исследование третьей фазы полностью подтвердило результаты, полученные на этапе первоначальной оценки данной комбинации. И вот здесь просто я сопоставила основные моменты этих исследований ПАЛОМА-1 и ПАЛОМА-2. Они различались и по количеству больных, в частности. Но вот основные показатели эффективности были абсолютно, на мой взгляд, идентичными. Вы видите, что практически удваивается время до прогрессирования. И по токсичности также исследование ПАЛОМА-2 практически подтвердило результаты исследования ПАЛОМА-1. Еще одно исследование с участием палбоциклиба – это исследование ПАЛОМА-3. Это исследование отличается от предыдущих двух популяций больных, которые включались в исследование. Исследование также было двойным слепым плацебо-контролируемым исследованием третьей фазы. И оно также включало больные гормоны с зависимым ХЕРД-2 отрицательным раком. Но в этом исследовании комбинация, во-первых, содержала не ингибиторы аромитазы, а фулвестрант. И лечение проводилось в качестве второй линии. Часть больных получала палбоциклиб с фулвестрантом и контрольная группа плацебо и фулвестрант. Группы также были сбалансированы по основным клиническим показателям. И хочу подчеркнуть, что документированная чувствительность к предшествующей гормонотерапии была у примерно 80% больных. Более трех опухолевых очагов около 40% больных имели. Около 60% имели висцеральные метастазы. Ну и также здесь значительная часть больных получала ранее адювантно или по поводу уже прогрессирования болезни получала какой-либо из видов гормонотерапии или химиотерапию. Допускалась одна линия химиотерапии. И вот основные результаты этого исследования. На этом графике представлена частота объективных эффектов. Синий цвет соответствует исследуемой комбинации палбоциклиба и фулвестранта. И вы видите, что все синие столбики здесь намного выше, чем красные. Свидетельствую о том, что и по частоте объективных эффектов, и по контролю болезни, которая включает помимо объективных эффектов длительные стабилизации, новая комбинация палбоциклиб и фулвестранта существенно превосходила монотерапию фулвестранта. И по графике безрецидивной выживаемости вы также видите, как хорошо расходятся здесь кривые. Свидетельствую о значительной разнице в безрецидивной выживаемости между группой больных, получавших комбинацию с палбоциклибом и монотерапию фулвестранта. Подгрупповой анализ эффективности также показал, что по всем изученным параметрам, которые были примерно такие же, как и в предыдущих двух исследованиях, новая комбинация палбоциклиба и фулвестранта во всех изученных подгруппах превосходила по эффективности монотерапию фулвестранта. Что касается токсичности, то здесь также не было выявлено каких-то новых видов токсичности. Основной вид токсичности нейтропения, но, как правило, это были неосложненные эпизоды, и частота фибрильной нейтропении не превышала 1%. В рамках исследования ПАЛОМА-3 проводилась также оценка качества жизни. Но я не буду утомлять сложными графиками, которые отражают анализ анкет качества жизни. Скажу только, что при анализе тех опросников, которые заполняли больные, оказалось, что в группе палбоциклиба и фулвестранта в целом было некоторое преимущество по общей оценке качества жизни. В этой группе позднее наступало ухудшение качества жизни, в том числе связанное с прогрессированием болезни. Больные отмечали в целом улучшение эмоциональной сферы, уменьшение болевого синдрома, но, видимо, как реакция на то, что все-таки лечение было более эффективным. И позже наступало усиление или появление болевого синдрома. Поскольку популяция больных, принимавших участие в исследовании ПАЛОМА-3, была практически такой же, как популяция больных, если вы помните, принимавших участие в исследовании Болеро-2, то я совместила эти исследования, основные результаты этих исследований. И вот посмотрите, оба исследования были третьей фазы, плацебо-контролируемые. Были разные гормональные партнеры, оба исследования были довольно представительными по количеству больных. И, в принципе, по основным показателям эффективности, здесь приведено время до прогрессирования, были получены примерно сопоставимые результаты и по абсолютной прибавке в безрецидивной выживаемости, и по той степени достоверности, которая была получена между сравнимыми группами. Однако в исследовании Болеро-2 в общей сложности 19% больных прекратили лечение в связи с токсичностью, и еще 5% больных отозвали согласие. И в общей сложности практически четверть больных не завершили запланированное исследование, в то время как в исследовании ПАЛОМА-3, при всем том, что, как мы сказали, частота нейтропении там была довольно высокой, но, тем не менее, по причине токсичности всего 4% больных прекратили лечение. И, таким образом, основными итогами исследований ПАЛОМА-1, 2 и 3 является доказательством способности ПАЛОМА-1 существенно увеличить время до прогрессирования. В сочетании с литрозолом это доказано в первой линии гормонотерапии, в сочетании с фулвестрантом во второй линии гормонотерапии. Причем преимущество комбинации с ПАЛОМА-1 выявлено во всех проанализированных подгруппах. В целом, авторы сделали вывод об удовлетворительной переносимости нового препарата, отметив, что основным видом является гематологическая токсичность в виде нейтропении с редкими эпизодами фибрильной нейтропении. И вот эти исследования сегодня уже, их результаты нашли отражение в рекомендациях, которые, как вы знаете, ежегодно и ежеквартально обновляются. В частности, рекомендации последней версии НССН постаралась перевести вот эту сноску. Вы видите, что, во-первых, хочу обратить внимание, что в целом количество опций гормональной терапии существенно больше, чем в предыдущие годы. И здесь, помимо экзамистана и веролимуса, который уже фигурировал в предшествующих версиях, появились две новых опции – это палбоциклип или трозол и палбоциклип и фулвестрант. В качестве комментариев здесь описываются те категории больных, для которых рекомендуется рассматривать данные виды лечения. Я хочу подчеркнуть, что вот здесь обозначено не в таком уж прямо императивном, скажем так, стиле, что больные обязательно должны получать эти комбинации в первой и второй линиях. Очень так тактично обозначено, что данный вид лечения может быть рассмотрен для соответствующей группы пациентов. Ну, в частности, комбинация палбоциклип и трозол для первой линии больных в менопаузе с гормонозависимым раком, молочной железы без гиперэкспрессии, HER2, комбинация палбоциклип и фулвестрант – это прогрессирование уже на фоне гормонотерапии по поводу метастатической болезни. И для экзамистана и виролимуса остается пояснение, что рекомендуется включать пациенток, которые соответствуют критериям включения в исследование болеро-2. И вот это, так сказать, рекомендации АСКО по эндокринной терапии метастатического рака молочной железы. И здесь также, в общем-то, повторяется то, что мы сейчас рассмотрели применительно к рекомендациям НССН. Нестероидные ингибиторы ароматазы плюс палбоциклип – это больные, не получавшие раньше лечение по поводу метастатической болезни. Фулвестрант и палбоциклип – это больные, которые либо прогрессируют в процессе терапии ингибиторами ароматазы, и здесь допускается одна линия химиотерапии в анамнезе, и также для экзамистана и виролимуса практически те показания, которые мы уже озвучили. Еще мне хотелось бы остановиться вот на каком аспекте. Посмотрите, как изменилась токсичность того лечения, которое мы рассматриваем в разделе гормонотерапии. Вот здесь сведены наиболее частые побочные эффекты в этой таблице, которые свойственны тем привычным препаратам, которыми мы пользовались до недавнего времени. Это тамоксифен, ингибиторы ароматазы и фулвестрант. Вы видите, что, во-первых, невысока частота этих побочных эффектов, и они такой носят неспецифический, по большей части вегетативный характер. В общем-то, ничего особенного. И вот посмотрите, как изменились побочные эффекты с вхождением в гормонотерапию новых препаратов, которые призваны повысить эффективность этой гормонотерапии. Ну, виролимус вы хорошо знаете уже, наверное, и по собственной практике. Все те серьезные побочные эффекты, которые теоретически и практически развиваются у этих больных. Здесь появляются побочные эффекты, которые свойственны исключительно химиотерапевтическим препаратам. Стоматиты, диарея, гематологические побочные эффекты, лихорадка, инфекции. Палбоциклип, для которого характерно типичная для химиотерапевтических препаратов цитопения. Поэтому, конечно, принимая решение о назначении гормонотерапии, мы, конечно, должны помнить о том, что вот эти препараты, при всем том, что они позволяют статистически значимо улучшить результаты лечения больных, но они обладают определенным спектром токсичности, и мы должны эти побочные эффекты, безусловно, учитывать при выборе опции для гормонотерапии. Ну, я уже не говорю, конечно, о фармкоэкономической составляющей. Вот перед этим симпозиумом была очень интересная дискуссия на эту тему, но это я оставляю за кадром, и надеюсь, что мы привыкнем к этим препаратам и будем знать все-таки, в каких ситуациях их назначать. Спасибо. Спасибо. Один вопрос. Не видно ничего. Если есть вопросы.